Приветствую вас и начать мне бы хотелось с того, чтобы определить несколько проблемных моментов. Первый момент это то, что мужчина в душе не чает в ребенке, гуляет, играет, помогает. Второй момент это то, что вы запустили себя. Есть и еще один момент, который мне также хочется выделить. Это такой своего рода, знаете, ну нелогичный формат, нелогичная форма того, что вы не поджали. То есть как мужчина может играть, гулять с ребенком и помогать вам с ним, если при этом вы пишете, что он стал проводить в свободное время где угодно, только не с семьей. Вот этот момент, ну лично у меня вызывает немножечко непонимательное. Может быть вы имеете ввиду, что мужчина, ваш муж, значит, свое не свободное время проводит с ребенком, а свободное время проводит где угодно. Если так, то тогда возникает вопрос, почему время, которое отец проводит с ребенком, считается для него не свободным, и вам точно считается не свободным. Разве это не счастье, не радость проводить время за своим ребенком? Ну, не очень этот момент мне понятен. Идем дальше. Значит, как вы пишете, до брака вы встречались год, чуть больше, потом забеременели и решили пожениться. Знаете, вот тоже здесь очень интересный момент. В вашем сообщении не фигурирует фраз о том, что вы или ваш муж признавались друг другу в любви. В вашем сообщении не фигурирует, что у вас когда-то, вот я имею ввиду в начале вашей совместной жизни, были сколько-нибудь успешные, удовлетворяющие вас обоих отношения. Вы только встречались год, то есть просто проводили друг с другом время, потом мужчина на вас женился, потому что вы стали беременны. То есть он поступил, по сути, как, ну, да, благородный настоящий мужчина. То есть сейчас вот почему-то считается, что если женщина забеременела от мужчины, то мужчина обязательно должен на ней жениться. И неважно при этом, любит он ее и любит ли его она. То есть это как бы отходит все на второй план. И поскольку вы об этом не сказали, вы не сказали об эмоциональной стороне вопросов, то возникает соответствующий вопрос уже к вам. А любил ли вас мужчина изначально? И как вы к нему относились? И как относитесь до сих пор? Какие у вас к нему чувства были и есть? Какие у него к вам чувства были и есть? Потому что если чувств изначально не было, то ничего удивительного, что после свадьбы он предполагал на вас обращать внимание. Он и женился, потому что вы были беременны. Он женился, наверное, для того, чтобы стать полноправным отцом для своего ребенка. Но это тоже, знаете ли, еще одна такая модная нынешняя мысль о том, что ребенок должен иметь полную семью. Полную семью в кавычках, полную семью формально. И неважно, как родители в этой полной семье относятся друг к другу. То есть, знаете ли, очень любопытный стереотип. Теперь дальше. Вы пишите, что вот после свадьбы отношение к вам достаточно постоянно холодное. Вы вначале пытались вести себя радко, тактично, но, как я понял, результаты это никакого не дало. То есть, смотрите, ну вот, предположим, что вы с женой по два года, вы пишите, что в последнее время не хотите ничего делать. Предположим, что в последнее время это будет больше двух недель. То есть, почти два года вы с мужчиной были ласковые, ласковые, тактичные, терпеливые, принимали его такое вот поведение. У вас не фигурирует в сообщении, что вы спрашивали у него, в чем вызвано его такое поведение. У вас в сообщении не фигурирует, что вы оставили перед ним, например, ультиматум или вопрос с ребром. Что если ты не будешь проявлять ко мне внимания, относиться ко мне, как к женщине, задавать мне интимные близости, то, соответственно, нам с тобой будет не по пути. Этого в вашем сообщении не фигурирует. И если этого в вашем сообщении не фигурирует, то возникает вопрос. Делали вы это? Если да, то как? И почему не притворили этого в жизнь? А если нет, то почему не делали? Почему не заботились о себе? Почему не защищали свои интересы? Почему позволяли к себе так относиться? Непонятно. Ведь если вы позволяли к себе так относиться, значит, мужчина и привык, что вы все это терпите. Он на вас женился, потому что вы были беременны, он решил, что сделал вам одолжение. И вы вместо того, чтобы проявить себя достойно, показать, что вы обладаете достоинством, что вы не позволите обращаться с собой так, как с вещью. А вместо этого вы это терпели. Такое его отношение почти два года. Только в последнее время вы обратили на это внимание, потому что вы начали выдыхаться. Ну как же так? Вот чем вызвано ваше такое поведение? Чем оно продиктовано лично с вашей стороны? Чего вы боитесь? Чего вы опасаетесь? Может быть вы сами в себе сомневаетесь? Может быть вы не уверены в себе? И так далее. И вот здесь, здесь, встает второй момент. Вы пишете, что себя совсем запустили. Родители, а вы хотели быть красивой? Быть привлекательной? Быть женщиной для него только? А для себя? Как быть с собой? Чего вы хотите для себя? А любите ли вы себя? Уважаете ли вы себя? Вот на эти вопросы нужно вам ответить. Потому что пока творится ощущение, что вы целиком и полностью зависите от мужчины, делаете все, как он хочет, и, в общем-то, совершенно не думаете о себе. То есть вы, по сути, вы, по сути, растворяетесь в семье. Вы, по сути, растворяетесь в мужчине и в ребенке. И мужчина не видит в вас женщину То есть самобытное существо Которое защищает свои интересы Которое любит себя, уважает себя Заботится о себе, не дает себя в обиду И так далее И если вы такой для себя не являетесь Если вы сам себя не уважаете и не любите Как вас кто-то другой будет уважать и любить Вот о чем я хочу вам сказать И вот о чем вам нужно подумать Ради чего вы терпите такое вот его отношение Что бы я ни делала, все не так Не обнимет, не поцелует, как дела никогда не спросят Но не хочется спрашивать, как у вас дела Не хочет на вас обнимать Не хочет на вас целовать Но это его выбор Вам нужно для начала подумать Какая женщина нужна мужчине Потом спросить себя Готовы ли вы стать такой женщиной Для своего мужчины Чтобы при этом не навредить себе То есть вот эти вот изменения Которые вы должны претерпеть Как они повлияют на вас? Не изменят ли они вас? Не уберут ли вас в самобытность? Не пойдут ли они в разрез с вашими принципами, например? С вашими ценностями, идеалами? Кстати, какие они? Тоже очень интересный вопрос И если нет То постарайтесь мужчине это дать И если вы вот это будете стараться делать Не ласковость, не тактичность Не педантичное приготовление еды А именно то, о чем я сказал И если это не возымеет никакого результата То нужно отдаляться от мужчины Нужно богатывать ему Что вы не приемлете отношения Где один только их тащит на себя Отношения на работу твоих людей И у меня складывается ощущение Что мужчина хотел изначально ребенка Он его получил А вы хотели того, чего вам вообще-то говоря Никто не обещал И вот если так То откуда у вас взялось Вот это вот Понимание Надежда на то Что муж даст вам все, что вы хотите То есть Обнимание Поцелуи Вопросы как дела Если он изначально воспринимает вас Как Ну Как предмет своего одолжения Если нет Если когда он на вас женился Когда вы были беременны Это не было одолжением То простите Тогда нужно задать вопрос А если отношение его было другим Когда оно изменилось Что заставило это отношение Измениться Вот над этими всеми вопросами Я предлагаю вам подумать И ответы на них Помогут вам Лучше понять Как вам быть в этой ситуации Потому что Ну Говоря о рекомендациях Здесь Однозначно Можно сказать Что Вам нужно Больше думать о себе Вам нужно Абстрагироваться Своего мужчины Отдаляться от него Показывать Что вы от него Независимы Думать о том Как бы вам Вообще-то жить Понастоятельно То есть Показать Что мужчина Может вас потерять По сути Определить И Очертить Свои желания И начать Путь К достижению К ним Не через Мужчину А Напрямую Самостоятельно Та виден Вы надо заботиться Личными границами То есть Чтобы У вас Была Такая Слона Куда бы никто Не имел доступ Кроме вас Как на Психологическом уровне Так и на уровне Физическом Дальше Наобходимо Проработать Сферу Значит Сферу Социальную То есть Чтобы вы Реализовались Как Социальный Индивид Как Друг Как Может быть Ребенок Своих Родителей Необходимо Необходимо Подумать Над Реализацией Сверх Профессиональной Чтобы вы Реализовывались Как Субъект Трудовых Отношений Потому Что По сути Вы Впадаете В депрессию Из-за того Что У вас По вашему Письму Опять-таки Только Одна роль Это роль Жены И матери Вы Не Женщина Вы Не чувствуете Себя Женщиной Вы Не Друг Потому Что Вы Ничего Про Друг Не Говорите И Вы Не Отдыхаете Эмоционально Со Своими Родителями Потому Это Опять-таки Ничего Про Них Не Говорить Что Касается Женщины То И Женского Поведения И Ощущения Себя Женщиной То Здесь Момент Какой Какой Вы Хотели Себя Видеть Какой Для вас Идеал Женщины И Что Мешает Вам Его Достичь Что Мешает Вам Идти К Тому Чтобы Стать Ближе К Этому Идеалу Вот Об Этом Стоит Подумать На Этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделает Всего Лучшим Всего Доброго И Удачи